Третье. Интеллектуальное развитие человека и питания. В зависимости от уровня умственного развития, каждый человек придерживается в питании каких-то рекомендаций, либо вообще на них не обращают внимания. Этот раздел посвящен людям, желающим совершенствоваться умственно и духовно. Ведь пища, воздействуя по-разному, может возвысить человека, а может превратить его организм в источник страдания. В конечном итоге, все наше питание направлено на поддержание наиболее благоприятных жизненных условий в клетке. И вот, когда мы так сбалансировали свое питание, что клетки не обезбоживаются, не ослезняются, и внутри ничто не перегорает, осуществляется идеальный метаболизм, в результате которого из правильно усвоенной пищи получается тонкоматериальное вещество, которое айурведисты называют отжас. Чем больше внутри клеток вырабатывается отжаса, тем больше сигналов блаженства и счастья посылается в мозг. В результате человек ощущает легкость в теле, жизнерадостность, особого рода эйфорию. Выработки отжаса способствуют, во-первых, правильное пищеварение, которое заключается в правильном, последовательном потреблении продуктов питания и их сочетании. Сами продукты питания должны быть свежими, приготовленными на огне минимально, и употребляться пища должна сразу. Круг потребляемых продуктов относится к видовым, а не искусственным, рафинированным и так далее. Если теперь обратиться к айурведистам, то не такое питание называют чистым, сатвическим. И в обобщенном виде рекомендуют, чтобы в нем присутствовали все шесть вкусов в сбалансированном состоянии между собой. За один прием употреблялась бы умеренная порция. В идеале человек, по их рекомендациям, должен съедать день пищи ровно столько, сколько помещается в его две пригоршни. Пить ключевую воду. Потреблять продукты в наисвежайшем виде. Сразу с ветки или с огня. Пища должна быть легкой, легко усваиваемой и успокаивающей. Сатвическое или видовое питание включает в себя следующий круг продуктов. Очищенное топленое масло, фрукты и овощи по сезону, а также соки из них, цельные крупы и бобовые, особенно рис и пшеница, орехи и семена своего региона, мед, чистая вода. Еще они рекомендуют употреблять в пищу коровы и молоко, но как отдельный прием пищи или сочетать с мучными продуктами или кашами. С точки зрения правильного пищеварения это не совсем удачная рекомендация. С древнейших времен аюрведисты вышеуказанную пищу рекомендовали всем, кто хотел иметь хорошее здоровье, долгую жизнь, светлую голову и физическую силу. Всю остальную пищу, которая содержит мало отжаса, препятствует нормальному течению жизни, они подразделяли на два вида – раджас и тамас. Само выражение раджас указывает на внутреннее возбуждение, неконтролированную активность и агрессивность. Потребление продуктов, в которых имеются данные свойства, еще более разгорячает, что приводит человека к буйству и другим проявлениям скрытой или явной агрессии. Люди, у которых имеются скрытые наклонности к агрессии, психологические зажимы злости и тому подобное, любят подобную пищу, которая косвенно активизирует их. К раджас пище относятся следующие продукты – мясо, рыба, яйца, соль, перец, горчица, все кислое или горячее, чай, кофе, какао, рафинированный сахар, пряности. Выражение тамас указывает на ленивого, пассивного и безвольного человека. Он пребывает в апатии, тупости и это ему нравится. Ему лень приготовить нормальную пищу и он довольствуется ранее приготовленной пищей, несвежими продуктами и тому подобное. Подобные продукты еще более делают его расслабленным, ленивым, тупым. Ему нравится пребывать в подобном состоянии, так он деградирует все больше и больше, переходя на питание объедками. К тамас продуктам относились говядина, свинина, лук, чеснок, табак, прогорклая, стоявшая, нечистая, дважды приготовленная, то есть разогретая пища, все опьяняющие продукты и лекарства. Следующий отрывок из Бхагавадгиты поможет вам лучше разобраться в вышеописанном. Пища, которая дает долгую жизнь, гармонию, силу, здоровье, радость и умиротворение, вкусная, маслянистая, питательная и приятная, желанная для сатва человека. Пища горькая, кислая, соленая, чрезмерно горячая, жгучая, грубая, которая вызывает жжение и болезнь, желанна для раджеса человека. Старая, бескусная, протухшая, то есть дурнопахнущая, стоявшая в течение ночи, оставшаяся с раннего утра, то есть смешанная с остатками утренней еды и нечистая пища полезна для тамас человека. И в заключении этого параграфа еще несколько аюридических правил. Пища, не дающая отжаса, мясо, птица, рыба, яйца, сыр, тяжелая и жирная пища, давно приготовленная еда и промышленная еда, конфеты, печенье и так далее. Пища с избыточным кислым и соленым вкусами. Алкоголь и никотин разрушают отжас и мешают его выделению из другой пищи. Любое переедание вообще лишает человека отжаса. Максимальному получению отжаса способствует, первое, питание свежей пищи по сезону и территории, где вы живете. Второе, потребление большей части дневного рациона за обедом, когда пищеварительный огонь наиболее интенсивен и силен. Ужинайте до захода солнца и немного, чтобы пища усвоилась до сна. Завтрак должен быть легким. Третье, регулярность еды каждый день в одно и то же время, но после того, как почувствуете голод. Никаких перекусов между едой. Четвертое, отказ от еды на ночь. Это нарушает циркуляцию энергетики внутри организма. Если вы посмотрите на биоритмы работы организма, то увидите, что энергия в пищеварительных органах находится утром в желудке, в полдень, в тонком кишечнике. А вечером она уже уходит в почки и далее совсем другие органы, абсолютно не связанные с пищеварением. Потребление пищи на ночь этот ритм нарушает. Часть энергии должна быть переброшена обратно в пищеварительные органы, но этого недостаточно. Вы ложитесь спать с непереваренной пищей, которая способствует образованию амы, то есть слизи в организме. Пятое, отрицательные эмоции наносят вред пищеварению. Поэтому ешьте в одиночку или с людьми, которым вы искренне расположены. Шестое, перед едой и после нее поблагодарите Господа Бога, предложите пищу сначала Ему, а затем кушайте сами. У многих людей настолько сильны пищевые привычки, они буквально окостенели в них, что они не желают ничего слышать о том, чтобы изменить питание, избавиться от вредных продуктов. Они предпочитают болеть и умирать, но не менять свою точку зрения на порочное питание. Этим людям необходимо вначале пересмотреть свою точку зрения на жизнь в целом, потом очистить полевую форму жизни по предложенной мной методике в книге «Полное очищение организма», а затем пробовать менять питание. Вот пара примеров подобного рода. Один человек поправил свое здоровье с помощью правильного питания и очищения. После того, как он выздоровел, решил кушать хлеб, который он очень любил. На неоднократные советы специалиста прекратить употребление хлеба заявил «Лучше помру, но хлеб кушать буду». Вскоре он действительно умер, и у смерти виновата привычка, своего рода информация, с которой он не смог справиться, а наоборот работал на нее. Одна женщина, излечившись от сахарного диабета, следовала здоровому питанию. Но мужу это не понравилось. Он любил застолье и требовал ее участия в них. Женщина подчинилась. В результате болезнь вернулась, и женщина вновь села на инсулин. Будьте разумны, не потакайте своим разрушающим вкусовым привычкам. Подробно о шести вкусах и их влиянии на тело и сознание. В следую глубину веков уходит наука о питании. Наиболее полна, и раньше всего она была разработана древними риши, то есть мудрецами, жившими тысячелетия назад в Индии. Ими же была создана наука о здоровье человека, аюрведа. В течение времени часть знания аюрведических наук утерялась, часть извратилась. Но сейчас, благодаря учителям человечества из Индии, эта наука восстановлена, очищена и засверкала в первозданном блеске. Во всем мире появились институты, углубленно изучающие аюрведу и пропагандирующие ее. Итак, на чем же основится питание по аюрведе? Для того, чтобы нам детально разобраться в этом, начнем с самого начала. Риши, как, впрочем, и все остальные мудрецы мира, утверждают, что наш мир состоит из пяти первоэлементов. Первый – Акаша, эфир. Второе – Ваю, воздух. Третье – Теджас, огонь. Четвертое – Джала, вода. Пятое – Притхви, земля. Эти пять первоэлементов образуют три Доши. Я назвал их жизненные принципы. Первое – Ваю плюс Акаша. Доша Вата – ветер. Второе – Теджас плюс Джала. Доша Пита – желчь. Третье – Джала плюс Притхви. Доша Кафа – слизь. Доши на уровне физического тела представляют собой фундаментальный физиологический принцип, управляющий некоторыми функциями организма и отвечающими за определенную структуру тела. Наше тело составляет комбинацию из этих трех Дош. Причем, каждая Доша Вата, Пита и Кафа имеют преобладающую концентрацию в человеческом теле и отвечает за присущие только ей функции. Местоположение Капха, Пита, Вата. Можете посмотреть рисунок. Доша Вата концентрируется в теле от пупка до ступни ног. Контролирует следующие функции и распадается на пять категорий. Вата в сердце называется прана, в прямой кишке – апана, аккумулированная в районе пупка – самана, в горле – удана, пронизывающая все наше тело – виана. Прана Вата – функция вдох и выдох, управляет сердцем, прохождением пищи в желудок, циркуляцией крови по всем частям тела. Апана Вата – функция состоит в дальнейшем втягивании воздуха, что помогает дыхательному действию праны. Она помогает движению вниз стула, мочи и спермы. В женском организме частью ее функции является сохранение плода в матке, а также изгнание плода при родах, а также способствует истечению менструации. Сама Новато – она способствует активности пищеварительного огня, так как способствует секреции пищеварительных желез и желчи. Помогает полупереваренным частицам пищи проходить из желудка в двенадцатиперстную кишку и затем в тонкие кишки. Помогает также перевариванию пищи усиленным выделением пищеварительной секреции тонких кишок. После переваривания она отделяет полезные частицы и проталкивает бесполезные остатки вниз в толстые кишки. Сама Новато – способствует поддержанию праны и опаны в состоянии равновесия. У Дана Вата – посредством ее можем производить звуки, можем говорить и петь. Рафинированная эссенция ее питает и развивает наш ум и способствует к запоминанию. Вяна Вата – она пробуждает и производит циркуляцию крови и других флюидов во всех частях тела в соответствии с местными потребностями. Она также управляет сжиманием и расширением тела, поддерживает ток крови к мозгу и производит потение. Доша Пита концентрируется в области желудка и двенадцатиперстной кишки, то есть от пупка до груди. Эта Пита под пятью различными названиями выполняет огненные функции в нашем теле. Эти пять названий таковы. Пача Капита – пищеварительная желчь. Ранджа Капита – пигментная секреция. Садха Капита – энергетическая секреция. Алла Ча Капита – секреция, стимулирующая зрение. Бхаджа Капита – секреция, создающая цвет лица. Пача Капита – производится в печени и поджелудочной железе. Она переваривает пищу, превращает полезные части пищи в жидкость и выводит бесполезные остатки пищи через мочу, стул и пот. Она устраняет яды болезней путем создания необходимого жара в теле, управляет температурой тела и помогает образованию антител. Раджа Капита – пигментные секреции, производимые в печени. Садха Капита – ее влияние создает энергию для продолжительных усилий и способствует рвению для совершения почти невозможных нагрузок и преодоления препятствий. Лучшие части пищеварительной и пигментной секреции превращаются в нее. Она также способствует росту силы интеллекта, воспитанию способностей к пониманию. Алла Ча Капита – тончайшая эссенция желчи, поступает в район органов зрения и соответствующим образом трансформируется в зрительную энергию. Бхаджа Капита – лучший и питательный элемент желчной секреции, придает светлое сияние цвету нашего лица. Эта секреция занимает свою позицию в кожу и отражает атаки ядов. Доша Кафа концентрируется в верхней части тела, груди и голове. Эта Кафа в пяти различных формах создает форму и поддерживает стабильность нашего организма. Название этих пяти форм Кафы следующее – Клидана, Аналамбана, Рассана, Скихана и Шлишмана – Клидана Кафа. Она взбалтывает пищу в кашицу из мельчайших частиц посредством пищеварительного сока. Пищеварительная секреция желудка и Есклидана Кафа – пища варится на огне в воде для того, чтобы она стала мягкой. Аналамбана Кафа – это особого рода слизь, защищающая телесную машину от жара, производимого желчью. Благодаря этой смазке сердце и легкие не трутся о стенке груди. Рассана Кафа – это слизь производится в органе вкуса языке. Она возбуждает ощущение вкуса и помогает Клидана Кафа в процессе переваривания пищи. Скидана Кафа – это маслянистый флюид, смягчает и питает все органы тела. Железы тела нормально функционируют, получая питание от экстракта крови. Скихана – это внутренняя секреция эндокринных желез. Секреции мозговых желез являются важнейшими, поддерживающими жизненные способности нашего тела. Шлишма на Кафа. Благодаря ей в суставах не происходит трения. Эта слизь сохраняет нервы и мускулы вокруг костных суставов сильными, здоровыми и эластичными. Доша Вата жидкостных элементов не имеет. В теле создает сухость и холод. Доша Пита в теле создает в основном тепло и влажность. Имеет в теле жидкие элементы, обладающие едкостью. Доша Кафа в теле создает холод и слизь. Содержит в основном жидкие элементы, дающие влажность. Если Доша Вата в норме, наше мышление хорошее, много энергии, кишечник функционирует хорошо, все циркуляции в теле нормальные. В результате питания создается избыток того или иного жизненного принципа, то есть Доши. Это вполне естественно, поскольку жизненные принципы непрерывно порождаются нормальными процессами обмена веществ. В каких именно количествах производит организм каждый из жизненных принципов, зависит преимущественно от того, какого вкуса пищу потребляет человек. Каждый из вкусов воздействует на равновесие жизненных принципов внутри организма. Подобно жизненным принципам Доши, каждый вкус является производной от пяти великих элементов. Чтобы подчеркнуть основательность их воздействия на все части организма, напишем их название с заглавных букв. Сладкий. Сочетание земля плюс вода дает сладкий вкус, то есть сочетание первоэлементов земля плюс вода. Сладкий вкус усиливает слизь, ослабляет желчий ветер и является охлаждающим, тяжелым и липким. Он питает и бодрит тело и ум, утоляет жажду и голод, способствует росту всех тканей. Кислый. Сочетание первоэлементов огонь плюс земля дает кислый вкус. Кислый вкус усиливает слизь и желчь, ослабляет ветер и является согревающим, тяжелым и липким. Он подкрепляет, способствует удалению отходов, препятствует спазмам и дрожанию, улучшает аппетит и пищеварение. Соленый. Сочетание первоэлементов огонь плюс вода дает соленый вкус. Соленый вкус усиливает слизь и желчь, ослабляет ветер, является тяжелым, согревающим и липким. Он устраняет отходы, очищает тело, увеличивает пищеварительную способность и аппетит, смягчает и расслабляет ткани. Горький. Сочетание первоэлементов воздух плюс эфир дает горький вкус. Горький вкус усиливает ветер, ослабляет желчь и слизь, является охлаждающим, легким и сухим. Горький вкус очищает и сушит все секреции, снижает сексуальное возбуждение и гармонизирует организм, возвращая все вкусы к нормальному состоянию равновесия. Он увеличивает аппетит и сдерживает кожное заболевание и лихорадочное состояние. Жгучий. Сочетание первоэлементов огонь плюс воздух дает жгучий вкус. Жгучий, то есть острый и пряный, как красный перец. Вкус усиливает желчь и ветер, ослабляет слизь и является согревающим, легким и сухим. Острый вкус вымывает из тела секреторные и слизистые выделения всех видов и препятствует росту всех слизеподобных тканей, таких как семя, молоко и жир. Он улучшает аппетит. Вяжущий. Сочетание первоэлементов воздух плюс земля дает вяжущий вкус. Вяжущий вкус, который заставляет рот морщиться, усиливает ветер, ослабляет желчь и слизь и является охлаждающим, легким и сухим. Вяжущий вкус исцеляет, очищает и стягивает все части тела. Он уменьшает количество выделений и снижает сексуальное возбуждение. Все указанные вкусы важны для правильной работы организма и попадают в него в основном с пищей. Пищеварение начинается во рту в тот миг, когда язык ощущает вкусы пищи. Эти вкусы передаются непосредственно в мозг, который определяет, что за пища поступает и какого рода ферменты должны выделиться для ее нормального усвоения. К тому времени, когда пища достигает кишечника, органы пищеварения должны быть уже готовы к ее приему. Вкус не исчезает из пищи даже после того, как она переварилась. Его энергия начинает действовать на полевую форму жизни, увеличивая в ней те или иные энергии, а через них усиливая или ослабляя жизненные принципы слизи, желчи и ветра. Отсюда идет чисто энергетический сигнал на подсознание сознания, на энергетику функций организма и далее на ткани. В итоге именно от вкуса съеденной пищи человек чувствует себя либо комфортно, либо нет. От того пищи и какого вкуса злоупотребляет человек, у него могут развиваться различные осложнения и болезни. От сладкого, ожирения, диабет, сонливость, паразиты, затрудненное кровообращение, воспаление глаз, несварение рвота, газы, длительный сон. Застойное явление в дыхательных путях и другие нарушения по типу слизи, то есть скапливается слизь. Вот это и есть застойное явление. От кислого, ощущение сжения, зуд, головокружение, преждевременная старость, вялость тела, нагноение. От соленого, воспаление, отеки, склонность к кровотечениям, кожные заболевания, заболевания суставов, импотенция, ранние морщины, ранние облысения. От острого, боль, головокружение, взбаломошенность, обмороки, сухость во рту, дрожание конечностей, слабость, истощение, ощущение сжения, жар, жажда, истощение половых секреций. От горького все расстройства, связанные с ветром, включая онемение, истощение, режущую боль, ломоту, колики, головокружение, головные боли, потерю гибкости, дрожание конечностей, пониженную секрецию половых желез. От вяжущего все связанные с ветром нарушения, включая дрожание конечностей, припадки, запоры, сухость тела, растяжение, а не менее с покалыванием, истощение, жажду, пониженную секрецию половых желез. Соленый вкус наиболее важен для управления жизненным принципом ветра, поскольку он является тяжелым маслянистым, согревающим и улучшающим пищеварением. Следом идет кислый, а за ним сладкий. Горький вкус наилучшим образом управляет жизненным принципом желчи, поскольку он охлаждает и сушит. Следом идет сладкий, а за ним вяжущий. Острый вкус наилучшим образом управляет жизненным принципом слизи, поскольку он горяч, легок и сух и способствует удалению из тела секреторных выделений. Следом идет горький и за ним вяжущий. Степень выраженности того или иного вкуса в пище определяет силу ее воздействия на жизненные принципы. Отсюда следует интересная и важная аюрведическая рекомендация. Чтобы мозг посылал в органы пищеварения правильные импульсы, не злоупотребляйте вкусами, не притупляйте их. Когда пищеварение разлажено, то для его восстановления употребляйте в одном приеме пищи пищевые продукты, а лучший продукт только одного вкуса. Влияние вкуса пищи на сознание Для сознания человека шесть вкусов имеют еще большее значение, нежели для тела, потому что сознание постоянно нуждается в чувственной стимуляции. В аюрведе чувства делятся на две группы. Пять чувств – восприятие, зрение, слух, обоняние, вкус, освязяние. И пять чувств, вернее, органов действия – голос, руки, ноги, гениталии и анус. Причем зрение отвечает за ноги, смотрит куда идти. Если зрение плохое, то передвижение затруднено. Человек часто падает. Уши отвечает за рот, что говорить. Как правило, глухие люди не говорят. Освязяно отвечает за руки, что щупать, делать. Через кончики на пальцах рук человек многое опознает, особенно если он слеп. Вкус отвечает за половые органы, получать сладострастные ощущения. Как правило, человек, не сдержанный во вкусе, весьма сладострастен и склонен предаваться разнообразным половым наслаждениям. Обоняние связано с органами выделения. У кого оно хорошо развито, старается всегда быть чистоплотным. Каждое чувство восприятия представляет собой канал, через который сознание движется к объекту, воспринимает его тем или иным анализатором и затем возвращается в мозг, то есть в банк памяти для обработки и выдачи готового решения. Каждое чувство действия – это тоже канал, в который сознание входит, чтобы выразить свою индивидуальность во внешний мир и по которому он возвращается, завершив это самовыражение. Чувственные каналы могут неверно работать, они могут стать слишком широкими или слишком узкими. Чрезмерная эксплуатация того или иного органа чувств делает его канал излишне широким, притупляя соответствующее чувство до такой степени, что сознание утрачивает способность получать от его использования какое бы то ни было удовлетворение. Например, происходит перенасыщение сладким и становится противно. И наоборот, недостаточно использования какого-либо чувства сужает его канал, что тоже снижает для сознания возможность пользоваться им для своего удовлетворения. Чрезмерно расширенный канал восприятия создает в полевой форме жизни своеобразную деформацию и нарушает нормальную циркуляцию энергии. То же самое получается и при чрезмерном сужении канала восприятия. В первом случае это привод к возбуждению жизненного принципа ветра, во втором – слизи. Чрезмерное, недостаточно, неправильное и дурное использование органов чувств рассматривается в аюрведе как одна из трех основных причин болезни человека. В зависимости от выраженности у человека тех или иных каналов восприятия, в его сознании преобладают те или иные эмоции. Теперь поговорим об эмоциональной палитре человека. Из множества причин, влияющих на расширение или сужение чувственных каналов, наиболее важными являются вкусы и эмоции. Санскритское слово «раса» означает как вкус, так и эмоцию. Другими словами, вкус и эмоции представляют собой тождественные энергии, но действуют они на различных планах человеческого организма. Фактически вкус является для тела тем же самым, чем эмоция для сознания. Эмоция обладает свойством порождать в теле соответствующий ей вкус, равно как и ощущение определенного вкуса склонно порождать в уме соответствующую эмоцию. Преобладающие психологические установки и эмоции, связанные с тем или иным вкусом таковы. Сладкий связан с удовлетворением или насыщением. Сладкий вкус победы, успеха. Злоупотребление сладким порождает отрицательные эмоции и настроения. Самодовольство и жадность. Кислый вкус связан с поисками идей и предметов, которыми можно овладеть. Кисло заставляет оценивать идеи, события, вещи, чтобы определить степень их важности и необходимости. Это приводит к избирательному усилению некоторых черт характера. Злоупотребление, оценивание, влечет за собой зависть и ревность, что может проявляться как неодобрение желаемого. Какая кислятина! Соленый связан с жизнелюбием, усиливает все желания сразу. Злоупотребление им ведет к стремлению предаваться всем физически доступным для тела чувственным наслаждениям. Острый связан со склонностью к возбуждению и стимуляции. Ярко выраженное сцепление к интенсивности и яркости переживаний. Перевозбуждение ведет к раздражительности, нетерпению и гневу. Горький связан с неудовлетворенностью, порождает желание перемен. Избыток разочарования ведет к неверию в свои силы, что лишь добавляет горечи. К горьким эмоциям принадлежат все виды разочарования и несчастья. Вяжущий связан со склонностью уклоняться от возбуждения и стимуляции. Чрезмерное уклонение от радости из жизни ведет к неуверенности в себе, тревоге и страху. Вяжущий вкус порождает сжатие в организме, что на эмоциональном уровне проявляется в виде зачетного страха и ужаса. Именно страх и ужас сковывают и сжимают человека. Личность человека всегда пытается устроиться с максимально возможными удобствами для себя. Она ищет удовлетворение в сладком и готова использовать любой другой вкус для достижения комфорта, выбирая в соответствии со своими индивидуальными особенностями вкусы, которые разогревают или охлаждают. Кислые, соленые и острые вкусы, которые поднимают теплотворные способности организма. Сладкие, горькие, вяжущие оказывают охлаждающее действие. Соответственно, горячие или холодные является и каждая из соответствующих вкусом эмоций. Тепло способствует расширению, а холод – сжатию. Подобная картина наблюдается и с человеком. Холод сжимает физические и духовные каналы, тепло расширяет их. Сладкие, горькие, вяжущие вкусы порождают холодные и сжимающие организм эмоций и настроения. Они снижают потребность сознания человека в том, чтобы приобрести нечто новое. В физическом и интеллектуальном плане. Удовлетворенность и самодовольство – сжимающие эмоции, так как они снижают побуждение сознания к разного рода удовольствиям. Неудовлетворенность также является сжимающей эмоцией, поскольку представляет собой признание невозможности получить удовольствие или желаемого. Страх сокращает все чувства. Это самое мощное и сжимающее их эмоции. У чувствительных людей страх вызывает сокращение бронхиол, замирание сердечных сокращений, останавливается дыхание и сердцебиение, и человек может умереть от страха и испуга. Кислый, соленый и острый – горячие вкусы, и соответствующие им эмоции являются горячими и несдержанными. Они увеличивают побуждение организма к поиску и удовлетворению чувственных, физических и интеллектуальных наслаждений. Зависть или ревность повышают потребность ума в наслаждении. Гнев косвенным образом увеличивает физические и умственные аппараты, вырабатывая в организме обилие теплоты. Соленый вкус является универсальным вкусом, поскольку он способен обогащать все вкусовые оттенки пищи, одновременно повышая аппетит и пищеварительные способности организма. Если соль используют в малых количествах в виде приправы, она способствует хорошему перевариванию пищи. Чрезмерное применение соленого вкуса, наоборот, ослабляет тело, ведет к отекам. Чувство удовлетворенности связано с соленым вкусом. Малые дозы увеличивают стремление сознания к интенсивности самоудовлетворения, повышают остроту переживаний. Чрезмерное, наоборот, истощает и делает его вялым. Соленый вкус способствует задержке в организме воды, увеличивает выработку пищеварительных соков, например, соляная кислота в желудке, и половых секретов. По этой причине соль противопоказывает тем, кто стремится к половому воздержанию и безбрачию. Фактически соленый вкус повышает уровень всех жизненных соков и гормональных секретов. В свою очередь это делает жизнь человека сочнее и ярче, поскольку сознание, которое соленый вкус энергично побуждает к поиску удовлетворения, заставляет человека искать полноты и остроты жизненных ощущений. Соль и соленый вкус опьяняют буквально в смысле этого слова. И подобно всем другим опьяняющим веществам создают предпосылки для злоупотребления. Регулирование с помощью вкуса пищи эмоционального настроения. Если умело использовать вкус пищи, то с ее помощью можно изменить черты характера человека. Раздраженного и злобного сделать покладистым, пассивного и трусливого активным и храбрым. Снизить или наоборот усилить остроту половых ощущений. Повышить умственные способности ребенка и многое другое. На самом деле, люди, не отдавая себе отчета, всегда пользуются пищей для того, чтобы изменить состояние своего сознания, качество настроения и эмоции. В свою очередь, любые изменения сознания воздействуют на функции организма, усиливая или ослабляя жизненные принципы слизи, желчи и ветра. Сладкий вкус оказывает выраженный самоудовлетворяющий эффект, усиливает инертный, самодостаточный жизненный принцип слизи, остужает гневные эмоции желчи и успокаивает страх ветра. Кислый вкус вызывает эмоции зависти, несправедливости и ревности, чем усиливает слизь. Если зависть к чему-либо успеху побуждает человека к активным действиям, то в этом случае будет усиливаться желчь. То же самое происходит и с ревностью. Перерастание ее в гнев, ненависть усиливает желчь. Зависть, несправедливость и ревность ослабляют ветер. Только от этих эмоций у человека может возникнуть несварение и депрессия. Соленый вкус разжигает у человека самодовольство, но это продолжается до тех пор, пока он способен ему предаваться. Это усиливает слизь, одновременно усиливается желчь, особенно в случае возникновения каких-либо препятствий на пути к удовлетворению желаний. Жизненный принцип ветра ослабляется. Ведь многие люди боятся наслаждаться в полную меру, а соленый вкус снимает это ограничение. Острый вкус усиливает желчь, активно увеличивая выработку пищеварительных соков и гормонов. Это существенно облегчает как переваривание пищи, так и проявление эмоций гнева. Человек раздражается и вспыхивает по любому пустяку. Со временем это может отрицательно сказаться на работе печени, гормональных желез и качестве крови. Зато вялому человеку от острого вкуса большая польза. Он входит в норму, повышается работоспособность, умственные способности, ослабляется слизь, уменьшая самоудовлетворение и временно ослабляется ветер. Горький вкус считается лучшим из всех шести вкусов. Небольшое количество горького помогает уравновешивать в организме все остальные вкусы. Подобно тому, как умеренное недовольство с собой и своей жизненной ситуации побуждает человека к переменам. Горько расширяет чрезмерно суженные каналы, тем самым ослабляя слизь и ее самодовольство. И сжимает слишком широкие каналы, тем самым ослабляя желчь и ее гнев. Злоупотребление горьким вкусом усиливает ветер, поскольку хроническая неудовлетворенность и беспрерывные перемены порождают неуверенность и боязнь жизни. Вяжущий вкус окажет сжимающее действие, чем уменьшает самоудовлетворенность слизи и гордость желчи. Сжатие усиливает боязнь сужения круга обычных чувственных наслаждений и ведет к усилению жизненного принципа ветра, порождает страх и неуверенность. Горькие, острые, вяжущие вкусы усиливают жизненный принцип ветра и ослабляют слизи. Их легкость уменьшает желание человека оставаться связанным со своим телом и затрудняет самоотождествление личности человека со своим телом, даже если он хочет продолжать это делать. Внимание переносится на полевую форму жизни, религию, мистику и духовный мир. Сладкие, кислые и соленые вкусы усиливают жизненный принцип слизи и ослабляют ветер. Тяжесть этих вкусов увеличивает как способность человека к самоотождествлению с физическим телом, так и его заинтересованность в этом. Такой человек больше интересуется телом, его состоянием, здоровьем и материальным благополучием. Как говорили древние будрецы, все люди – жертвы своих вкусов и эмоций. За правилы современной цивилизации умело пользуются этой особенностью человека, чтобы уводить его от истинных ценностей, чтобы побудить человека к потребительству. Средства массовой информации изощряются в рекламе, которая создает у человека новые желания, направленные на вещи, которых у него никогда прежде не было. И в которых человек, как правило, не нуждается. Сначала создается стремление к суперкомфортному образу жизни. Это порождает у человека соленый вкус. Кстати, вкус секса соленый и связан с мочой. Затем наступает черед зависти. Человек сравнивает себя с богатым соседом, звездой шоу-бизнеса, нефтяным королем и понимает, насколько полнее и лучше они ублажают свои чувства и желания. Так возникает кислый вкус. И, наконец, нетерпеливая потребность человека в самоудовлетворении проявляется в виде гнева на всякое препятствие, какое встречается ему на пути. Так возникает острый вкус. И начинается, что передел собственности, войны, революции, террористические акты, погромы. После пролитых рек крови возникает отрезвение, вкус горечи, какой ценой все это наслаждение далось, а жизнь уже прошла. Вы стары, есть много не можете, потому что вредно. Сексом заниматься сил нет, а награбленных, украденных, даже честным трудом заработанных денег много. Они уже вам не приносят радости, опять горечь, разочарование. В любом случае у человека один выход и путь религия. Надо приобретать вечные ценности и стремиться в царство небесное. Об этом разговор в других книгах. Аюрведа учит человека, что пищи должны. Используются все шесть вкусов. Только в этом случае его физиология сознания работает нормально и гармонично. Сознательный прием пищи. Что это значит? Когда человек, поглощая пищу среднего качества, умственно представляет, что поглощает обогащенную биологически активными веществами пищу, то структура этой пищи изменяется и в ней действительно появляются нужные организму биологически полезные вещества. В данном случае все зависит от фантазии человека и мощности образного мышления. Чем они богаче и ярче, тем больше эффект. Меняется даже запах и вкус пищи. Если же еще представлять, что вы направляете пищу, биологически полезные вещества в то или иное место организма, то эффект еще сильнее увеличивается. Поэтому как можно ярче представляйте, жуя обычную кашу, что это очень вкусная и полезная пища, которая строит ваши кости, если болит спина, восстанавливает печень или почки, если они больны, делает вашу кожу красивее, волосы гуще, половую потенцию сильнее, ярче и так далее и тому подобное. Я думаю, мысль ясна. И помните, энергии человеческого сознания действительно могут перестраивать структуру любого вещества, а тем более пищи. Кстати, в ротовой полости она наиболее мощная. Преподносить съеденную пищу в дар всепривлекающему существу, то есть Богу. Человек создан по образу и подобию Божьему. Бога нам постичь трудно. А вот свой организм, а через него кое-что узнать и о Боге, можно. Если принять отдельную клетку тела человеческого организма за человека, а человека в целом физическое тело плюс сознание за Бога, то указанное в высшее положение обретает глубокий смысл. Человек поглощает пищу, и она распределяется по всему организму. Ею кормятся клетки. С одной стороны, организм кормит клетки, а с другой стороны, клетки, поглощая пищу, питают не только себя, но и организм в целом. От того, как будет питаться клетка, то есть человек, будет зависеть состояние организма, то есть состояние Бога. В Ведах, древних индусских книгах, которые много старше Библии, о Вселенной рассказывается как об едином организме, имеющем миллиарды ртов, глаз и так далее. Что бы ни делал каждый конкретный человек, любой организм вообще, через него питается Вселенная. Но если человек делает это сознательно, представляет, что поглощая пищу, он кормит не столько себя, а Бога, то эффект от этого питания будет намного больше. Благодаря такому сознательному акту поглощения еды можно соединяться с космическими энергиями разума, жизни, благодати, обновляющими и поддерживающими организм энергиями Бога и получать колоссальные преимущества. Я думаю, вы поняли мою мысль. Вроде бы кормится в организме отдельная клетка, а на самом деле питание через нее получает организм в целом. И чем лучше она это делает, тем более к ней расположен организм, тем больше она процветает. Предохранение от порчи, передаваемой через продукты питания и воду. Самый верный и распространенный способ наведения на человека порчи осуществлялся через еду и питье. Для того, чтобы уберечься от подобного, возьмите за правило перед едой или питьем трижды перекрестить свой рот и то, что будете есть или пить. Желательно креститься рукой, но можно и мысленно рекомендуется перед едом и питьем трижды прочитать молитву Отче нашу. Если на воду или пищу сделана порча, пытаются загнать нечистых, то человек поперхнется и они не войдут внутрь. Купленный на базаре или в магазине продукт необходимо побрызгать освещенной водой. Можно прочитать Отче наш и перекрестить продукт ножом. Ночью питьевая вода, которая находится в ведре, должна быть закрыта крышкой. Если вы захотели пить, то перекрестите три раза себя рот и воду, а потом пейте. Я советую не пренебрегать этими рекомендациями, они проверены временем и избавить человека от разного рода недоразумений.